Девушки отдыхают Мы на другой стороне моста Здесь и была дикая охота Отлично, значит сейчас они далеко впереди Пойдем Это дело рук дикой охоты Они уничтожили стражу чародея Значит они сюда не в гости приходили Ты сомневалась? Их заморозили они и сделать ничего не успели Шарат Эсэй ийзэ Тавар дойне Милин гихамар Эм! Шлем-шабир! Что это? Белый холод Его вызвал чародей дикой охоты Сумеешь закрыть щели из которых он выходит? Слишком далеко К ним сначала подойти надо Попробуй вызвать Бурун Деметий Крест Держись ближе Тарянной Тарянной Скотуха Держись поближе Войны калар Их нужно закрыть Не сходить Я сама Не скрывай меня Угу Держись ближе Войны калар Прибрируйся Умажь Тарянной Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ваи, Николав! 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 Ва, 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 Николав! Вау, Николав! Вау! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал 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 DimaTorzok 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 что ведьмы живут в пря... Посмотрим. Возьми книгу. Ладно. Зачем мы вообще пришли? Должно быть, он сам сжег эти записки. А хоть и на них насрать. Значит, он знал, что его ищут. Что это? Зелье, которое я ему дала. Похоже, оно ему пригодилось. Он его выпил. Таинственный чародей-травник. Странно, медальон дрожит, но здесь ничего нет. Что с этой стеной? Это иллюзия, я тоже почувствовала. Я предполагала, что нас ждет нечто подобное, и взяла с собой это. И что это? Глаз не холен. Он рассеивает иллюзии. Сделать его не сложно, так что, если хочешь, бери. Может пригодиться. Кроме того, используя его, ты же будешь думать обо мне. Спасибо. Что-то здесь есть. Надо использовать глаз. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Просто замечательно. Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают... Здесь что-то есть. Где-то мартипорт Хейлли. Просто, правда? Посмотрим, куда ведет проход. Чувствуешь? Слева поток свежего воздуха. Там, наверное, выход. Хорошо, давай выбираться. Постой, еще же магический светильник. Что магический? Светильник. Эльф обещал его мне в обмен на помощь. Икаль скоро он вряд ли сюда вернется. Я попробую найти его сама. Если только смогу. Ты поможешь? Ладно, помогу. Отлично, тогда пойдем. Здесь мы точно что-нибудь найдем. Похоже, очередная загадка. Здесь надпись. Покажи. Ты можешь перевести надпись? Я понял, едва ли треть, да и выходит бессмыслица. Надо подумать. Никогда не была сильна в высоком стиле старшей речи. О, трудно. Я переведу дословно, опуская изощренные внутренние рифмы. Переведи, чтобы было понятно. Четверо стражников несли ясное пламя, все в один ряд. Первый не шел с краю. Второй, что шел рядом с первым, играл печальную песню. Третий шел рядом со своим верным зверем. Четвертый не шел рядом с первым, но исполнял музыку, как и второй. И так стерегли они свою королеву, что уснула под звездами. Да, похоже на загадку. Ну ладно, попробуем с этим разобраться. Можешь повторить надпись? Четверо стражников несли ясное пламя, все в один ряд. Первый не шел с краю. Второй, что шел рядом с первым, играл печальную песню. Третий шел рядом со своим верным зверем. Четвертый не шел рядом с первым, но исполнял музыку, как и второй. И так стерегли они свое... Подожди, подожди. Что-то произошло. И правда, как будто за стеной что-то сдвинулось. Получилось! Чья это могила, как думаешь? Жаль, что надписи нет. Знак чайки. Если бы я не знал, где похоронена Лара Доран, то предположил бы, что это ее гробница. Может это... Эльфы не большинство считают... Может быть... Возможно. Ты это ищешь? Ага! И что он? Надей... Это место силы. Отсюда изливается мания. Отсюда изливается манипуляция. Отсюда изливается манипуляция. Эрикка Эрикка Продолжение следует... Отлично! Продолжение следует... Просто замечательно! Ах, как гнусная же ты! Продолжение следует... 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 Давай, плотва. Зачем ему были нужны крысы? Сучьи твари. Лопаты бы их порубил. Или потравил бы, что ли? Ты видел, что он с ними делал? Кейра? Что ты тут делаешь? Геральт! Но ты меня и напугал. Ну нет, колдун говорит, принеси мне крыс, только чтоб здоровые, а не у кота из глотки выдавленные. Это светильник из Эльфской шахты? Что там насчет крыс? Ничего серьезного, потом объясню. Сначала скажи, что тебя привело. Тавяна, от прежней... Это еще мягко. Да, сюда, после. Тавяна, от прежней... У тебя есть какие-нибудь вести о чародейках из ложи? Нет. В такие времена опасно знать друг о друге слишком много. И ты даже не пыталась с ними связаться? Несколько раз мне хотелось, но я даже не знаю, кто ответит и кто будет слушать. Наверное, от прежней... Это еще... Да, с удовольствием. Я просто обязан тебя спросить, что ты тут делаешь? Дай-ка подумать. Может быть, дышу свежим воздухом? Или восхищаюсь видами? А может, я... Я тут скрываюсь, гид... Ты огонь и не... Да. Ты что, не... Ну, где? Зачем тебе этот светильник? Ты же виден. Чтобы общаться с потерянными душами. Не знал, что тебя интересует магия такого рода. В этом нет ничего дурного. Ну да. А с чего вдруг Эльф пообещал тебе светильник? Это был обмен. Ему требовалась сильная магия, и он почувствовал, что я непростая заклинателенца бородавок. Я приготовила ему микстуру, замедляющую деградацию нервных тканей. Это лекарство может, например, остановить потерю памяти. И кому он собрался его давать? Он не сказал. Ты говорила, у тебя есть какая-то просьба? Да, есть. Ты же слышал о проклятом острове на озере Моречко. Мужики постоянно о нем рассказывают. Говорят, мол, там призраки обитают. И будто живым оттуда никто не возвращался. И что за проклятие на этом острове? Этого-то я и не знаю. Я должна его снять, а не смогла даже источник найти. Что-то же ты знаешь. Ну... Проклятие как-то связано с башней. Там после нападения Нильфгаарда укрылся Сират, властитель этих земель. В деревне говорят, крестьяне с голоду поплыли на Коломницу просить еды. И их там перебили. Ты поможешь мне снять это проклятие? Я знаю, ты в таких вещах мастер. Очень тебя прошу. Так значит, крестьяне приплыли на остров за едой, а властитель приказал их перебить. В деревне говорят, он их отравил. Какой симпатичный правитель. Я с ним не встречалась, но Чародей с острова рассказывал о нем. И по рассказам Сират не показался мне таким уж жестоким. На острове жил Чародей? Ты его знала? Что с ним стало? Мы были друзьями. Он погиб вместе с остальными. Там почти никто не уцелел. А те, кому удалось сбежать с острова, позже умерли в мучениях. Но не думаю, что это был яд. Почему для тебя это так важно? Не для меня, а для местных мужиков. Расколдуйте остров, барыня. Вы же такая могучая колдунья. Пристали. Покоя не дают. И что? Мне казалось, ты не особенно считаешься с местными. Ты же такая могучая колдунья. Если я не сниму проклятие, они могут решить, что не такая уж и могучая, чтобы рисковать и прятать меня от охотников за колдуньями. Не думала, что тебя настолько заботит чужое мнение и собственная репутация. Слушай, я не для того забралась в этот медвежий угол, чтобы так нелепо попасться к какому-нибудь хаму с траурной каймой под ногтями. Я тебе помогу. Я знала, что это дело тебя заинтересует. Тебе, разумеется, придется сплавать на коломницу. Я счастлив. И что мне там делать? Сперва установи контакт с духами, которые блуждают по острову. Возможно, они подскажут, как найти источник проклятия. Думаешь, они окажутся настолько общительными? Да, если ты возьмешь мой магический светильник. Потом можешь оставить его себе, в награду. Ты сам увидишь, вещица эта весьма полезная. Может, ты просто сплаваешь со мной? Я уже пыталась пробраться на коломницу. Но магия проклятия слишком сильна, у меня чуть голова не раскололась. И поэтому ты посылаешь туда меня? У тебя просто задрожит медальон, а у меня кровь хлынула носом. В Эритузе меня учили распознавать тончайшие колебания магии. А это было как ударки с тенем. Ладно, не оправдывайся. Можешь взять мою лодку? Я оставила ее на берегу, рядом с деревней. Думаю, она до сих пор там. Если только не сгнила, как и все в этих краях. Как действует светильник? Берешь и светишь, или нужна какая-то магия? Просто поставь его в месте, где лежат кости, и услышишь шепот. Только это... Не всегда приятно. Могу представить. Я потом тебе все расскажу, исключая шокирующие подробности. Тебе не придется ничего рассказывать. Я дам тебе ксеновокс. Он позволит нам общаться на расстоянии. Ты будешь описывать, что видишь, а я смогу подсказать, что делать и на что обращать внимание. Откуда у тебя ксеновокс? Я нашла его в шахте вместе со светильником. Сначала я подумала, что это часть светильника. И только потом поняла, что попало мне в руки. То есть он принадлежал эльфскому чародею? Да. Я и не знала, что эльфы пользуются такими вещами. Никогда не слышал о ксеновоксах. Это примерно то же, что и мегаскоп, но гораздо удобнее. Просто говорящая магическая коробочка. Его сложно сделать? Очень. Поэтому они настолько редкие. Я бы точно не сумела соорудить ничего подобного. То есть ты не думаешь, что в ближайшем будущем каждый чародей заведет себе по ксеновоксу? Очень в этом сомневаюсь. Скажешь еще что-нибудь полезное? Пожалуй, нет. Ну, иди уже. Мне страшно интересно, что ты узнаешь на Коломнице. Так что потом обязательно ко мне загляни. И... Геральт. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok